Проект реконструкции главной площади Белогорска в прошлом году вошел в число победителей общегородского открытого голосования, в рамках которого белогорцы выбирали места будущего благоустройства. По федеральной программе «Комфортная среда» на модернизацию площади 30-летия Победы выделили 30 миллионов рублей. Работы стартовали весной этого года. Центральным объектом обновленной площади станет новый двухъярусный фонтан стоимостью 7,5 миллионов рублей. Сейчас работы по монтажу конструкции уже завершаются. Данный фонтан – это 12-метровая чаша. Она будет состоять из двухъярусов извержения воды, плюс будет светная подсветка, которая регулируемая. Там порядка более 100 режимов работы различных. То есть в любое время можно по-разному ее подстроить. Впрочем, только лишь появлением нового фонтана дело не ограничится. Площадь получит новую ромбовидную 3D-плитку, как говорят, уникальную для Преамурья. При этом старую используют для укладки тротуаров в разных районах города. Также изменятся расположенные на площади клумбы и цветники. Придумали, значит, плитку другую. Ну и, в общем-то, я думаю, что когда увеличили объем площади, потому что немножко убрали цветники, более рационально их расположили, сделали очень красивую клумбу. Ну и, в общем-то, дело уже подходит к завершению. Я думаю, недели через две площадь станет неузнаваемой. И это будет для горожан очень большим событием. Между тем, за последние два года в Белогорске в рамках федеральной программы «Комфортная среда» появилось уже несколько современных зон отдыха, ставших весьма популярными у горожан. Это и преображенный городской парк, скверы «Жемчужина» и «Молодежный». Теперь же белогорцы с нетерпением ждут открытия центральной площади. Большой фонтан ждем, дети будут купаться, бегать, прыгать, веселиться. Это центр, это «Жемчужина» надо. Кстати, изначально открыть преображенную площадь планировали ко дню города, 12 июня. Но в связи с тем, что дата праздника перенесена, решено сделать это 24 июня, в день военного парада, в честь 75-летия Победы. Евгений Вдовенко, Андрей Светков, Амурское областное телевидение.